Всем привет-привет! Хочу начать сегодняшний влог с такого момента, когда я еду. Буквально только что закончила снимать видео-трансляцию на Перископе, в программе Перископ. Очень классное приложение. Я буду рада, если вы присоединитесь ко мне сюда. Я обязательно вот здесь где-то напишу еще раз звание приложения. И я думаю, все уже знают, мой ник там так же, как и здесь на YouTube, просто Infanta с двумя буквами F. И у нас очень хорошая погода держится. Я постоянно рассказываю там все, что я делаю на работе, дома. Постоянно болтаю вот по дороге, когда еду. Так скажем, мои автовлоги переместились полностью туда. Поэтому да, я и хотела начать с того, что приглашаю вас в это приложение. Ну а сегодня, что я буду снимать? Если честно, я вот так вот резко просто начала снимать, не думая, что я вам покажу. Но, наверное, расскажу вечером, что я на каких сайтах новенького увидела, интересного. Может, кому-то это пригодится. И, пожалуй, расскажу еще, что я заказала, покажу. Вчера сделала заказ себе на eBay. Ну, всего посмотрим. Масочки, может быть, мы с вами какие-нибудь поделаем. Так что оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. Я хочу начать это видео с сюрприза, который мне сделал Artvisage. Спасибо огромное всей команде за этот сюрприз. Я не ожидала, вообще не знала, что мне придет какой-то подарочек, какая-то посылочка. И забираю, вижу Artvisage. Давайте я вам сейчас покажу. Вот такой был милый пакетик. With love from Artvisage. Спасибо, спасибо. И у меня здесь есть персональная скидочка. Мне дали, я смогу сделать заказик. И также выслали свою новинку. В общем, давайте я вам это все покажу. Самое главное, что я увидела в посылке, это был вот этот крем, который я вам уже показывала. И даже скоро покажу в пустых баночках. Вот он у меня закончился. Тональный крем. Только здесь было 30 мл. Это устойчивый тональный крем в 202 оттенке с SPF 6. Это один из моих любимых кремов. И здесь только уже 25 мл. На замену ему в том же самом оттенке. Просто, вы знаете, звезды, что называется, сошлись как нужно в том месте и в то время. Очень-очень рада. Потому что на самом деле от этого крема я в таком восторге. Он так хорошо, я вам его показывала, он очень-очень хорошо перекрывает все какие-то вот такие, знаете, недостатки. И плюс он такой увлажняющий, он такой приятный, приприятный. И поэтому рада его получить. Новинка. Это Cat Eyes. Это подводка фломастер вот такая у них, ультра черная. И заявлено, что я ее только что попробовала. Во-первых, это действительно такой тоненький-тоненький носик. И у меня была подводка от Artvisage фломастер. Другая. У меня получилось... Рука что-то трусится. У меня получилось сделать и очень-очень такие тоненькие линии. И хорошо получается прорисовать такую более жирненькую линию. И да, она правда не отпечаталась. Но буду пробовать, посмотрю. В принципе, вот видите, сейчас здесь какие-то, правда, как разводы получились. Но на глазах у меня такого не было. Я на одном только глазике попробовала. Посмотрим, попробую еще. Первые впечатления приятные. Но что меня еще поразило? Так же, как тональный крем. Я очень люблю их карандаши для губ. И у меня здесь карандаш в 220-м оттенке. Почему я так же обрадовалась этому карандашу? Буквально в последней посылке от Faberlic, которая делала заказ, я вам показывала помаду в оттенке 4640. Сейчас я нанесла полностью на губы себе вот этот карандашик. Вот видите, я его уже наносила. Это вот такой вот оттенок. Очень приятный. Сливается, кстати, довольно-таки сильно. Ну, не то, что сливается, но хорошо смотрится у меня на губах. Вот опять-таки с цветом лака хорошо играет. И вот эта помада в оттенке 4640. Посмотрите теперь, как они просто друг друга дополняют. Карандаш чуть темнее. И если сверху помаду красиво смотрится, если контур, короче, они друг для друга действительно просто созданы. Очень-очень рада. Спасибо большое еще раз Artvisage. Я с удовольствием буду пользоваться. И кто знает, может, я и правда воспользуюсь кодом. Он действует до 10 декабря. У меня персональная скидка. Посмотрю, что за скидочка. Возможно, то, что правда сделаю себе заказик. Как раз есть те средства, которые я хочу взять. И вот советую очень присмотреться вот к этому тональному крему. Если вы любите тот же люмине, он очень-очень, опять-таки, с ним похож. Действительно хороший крем. И подойдет и для сухой, и для жирной кожи. На зиму вообще то, что нужно. Я им летом пользовалась, и то мне было хорошо. И вот карандаши. У меня есть еще парочка карандашиков от Artvisage. Мне они тоже безумно нравятся. Пишите, что есть у вас, и чем вы довольны или недовольны. Я только зашла домой, думаю, я вчера начала снимать влог. И совсем про это забыла. И остановилась на полпути. Поэтому сегодня у меня за эти дни были некоторые покупочки. И решила вам так показать. В общем, такое будет влоговое видео. Хотела показать, что я себе купила. Я себе купила вот такие сапожки. Я уже в перископе показывала. Мне очень понравился каблук. То, что вот такой вот прям высоченный. И мне они нравятся. Я хотела черные сапоги, но на высоком каблуке. Они такие идут полу, можно сказать, сапожки. Так что я довольна своим выбором. Сейчас я рассказывала тоже. Вот на самом деле так сильно повысились цены. Все стоит неимоверных денег. В среднем сапоги стоят, ну так себе средние. 10 тысяч, 10, 15. В одних я уже была сегодня. Это зимние сапожки я себе купила. Вот такие. И самые, в принципе, обычные. Небольшой каблучок. Но главное, они зимние. Они очень-очень теплые. И мне понравилось то, что у них вот такой вот прям теплый на самом деле мех. И они такие прям удобные, преудобные. Мега удобные, я бы сказала. Довольна своим выбором. Но и не устояла. Когда я увидела в магазине, я увидела вот эти босоножки. Это летний, конечно, вариант. Но они 35-го размера. Они мне просто идеально подошли. Посмотрите на них. Ну, соответственно, сейчас попробую показать. Это очень-очень такая прикольная моделька. Здесь открытый носик. Здесь идет такая сеточка. Сбоку идет молния. И, соответственно, ну, они легкие. Знаете, такое ощущение, будто тапочки поближе покажу сейчас вам. Я люблю вообще лаковое все. Мне понравился вот этот каблук, его форма. Я влюбилась на самом деле. И просто-просто-напросто схватила. Вот я их схватила. Жду лета, чтобы их носить. Ну, и теперь давайте покажу. У меня такая длинная челка уже стала. Просто ужасно длинная. А, кстати, была в ювелирке. Купила завтра у моей крестницы день рождения. Ей будет 29-го числа. Ну, понятно, что видео, наверное, я выложу позже. Ей будет годик. И я купила ей подарочек. Я хотела ей купить сережки. И пошла сегодня именно с этой целью, что я и сделала. Решила выбрать, кстати, тоже, что касается цен. 1 грамм золота сейчас стоит 4200 у нас. Это как бы недешево. Покажу вам, какие я выбрала. Я выбрала вот такие вот сережечки. Я не знаю, насколько будет видно, как сфокусируется. У меня сейчас будут делать маникюр. Ногти выглядят ужасно. Не смотрите. Ну, короче, такие классические, масенькие вот такие вот сережечки. Мне они просто-напросто понравились. На самом деле, я хотела брать именно классика, чтобы это была классика. Это не английский замочек, а это петелечка. Вот еще раз, не знаю, насколько будет видно. Вот такие вот они симпатичные. Девочки, годик. Самое то, чтобы проколоть ушки, на мой взгляд. Потом я зашла. Мне нужны... Нужна была краска для волос, потому что я купила что-то один тюбик, а потом решила, что мне нужно краситься полностью. Я зашла в профлайн наш. И в итоге вышла, правда, не только с краской. Как всегда, из дома взяла, окислитель трехпроцентный. У нас сейчас мейкап ателье стали продавать в этом магазине. И я очень хотела себе консилер... Сейчас я сниму. Мне визажи советовала взять именно вот этот консилер. Корректор антисерн флюид водостойки. Светло-абрикосовый. Она говорила мне визажи, что это самый-самый идеальный, какой только может быть. Вот я его именно и взяла. Она говорит, что все перекроет. У него вот такая вот кисточка. Ну, конечно, я потом сделаю видео и покажу вам. Ну, вот так смотришь, цвет, такое ощущение, что он какой-то прям темный-темный. Но она говорит, что он идеально все перекроет. Ну, посмотрим. Все равно, мне кажется, что он темноват. Но там только еще светлее были. Такой плотненький. Посмотрим. Стоил он 1400, если не ошибаюсь. Всегда беру спонжики. Без них просто я никуда. Это мои любимые спонжики. И она забыла. Я купила Invisibubble резиночки. У меня есть в коричневом цвете. Я взяла в черном. Они были последние. И она забыла мне их пробить. Я уже пришла домой, смотрю чек, они у меня не пробиты. Завтра иду на день рождения. В воскресенье после работы обязательно заеду, если будет именно эта девочка. Я покажу ей чек, ну, чтобы заплатить денежки. Потому что я понимаю, что просто сверху начнут делать. Она увидит, что она не пробила. Не взяла с меня деньги. А товар как бы отдала. А может и не поймет. Но в любом случае с нее эти денежки возьмут. За эти несчастные 250 рублей лучше я съезжу и отдам деньги. Но я люблю эти резинки, вот эти пружиночки. Просто-просто обожаю. Сейчас что? Буду ждать. Закончится день рождения моей крестницы. И потом как раз таки ее мама, она моими волосами занимается. Буду стричь челочку, буду краситься. Сейчас собираюсь. Да, кстати, знаете, что еще хотела рассказать? Помните, я вам показывала... А, вот, да, подводку. Подводку, то, что Artvisage мне прислали. Я просто влюбилась в эту подводку. Сейчас она у меня на глазах. Я просто легко и вот очень легко справляюсь с ней. Наношу тоненькой такой линией. Мне нравится, как она смотрится. Вот эта Cat Eyes. Прям безумно довольна. Сейчас я, кстати, начала опять худеть. Сижу на правильном питании. Не знаю, как я выдержу завтрашний день. У меня такой вид. Вот я как пришла после работы, ничего не подкрашиваясь, ничего не делая перед камерой. Думаю, ну, влог. Влог и влог, зачем уж выпендриваться? И камера даже криво стоит вот так вот как-то. В общем-то, да. И буду делать сегодня еще я маникюр. Потому что ногти просто сами видели. У меня сейчас отвратительно. А мне некогда было, честно говоря, его делать. А сейчас я пойду кушать. И, наверное, на этом закончу видео. Потому что я вам покажу еще, что мне прислали Artvisage. И будет такой влог. Не с масочками, как я хотела, а с моими такими уже всякими покупками. Как-то не получается у меня сейчас организовано все снять и рассказать именно то, что я планирую. Но ничего, ничего. Лучше так, чем вообще никак, я думаю. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. И пока-пока!